Всем привет. На фотке это был тоже я. Немножечко вопрос. Ну да ладно. Поехали. Собственно, как мы практически к этой задаче подошли, к решению задачи, о которой говорил Андрей. Соответственно, что мы хотим сделать? Мы-то на самом деле хотим обнаружить хакера за время, достаточное для реагирования и для предотвращения атаки, когда он движется к неприемлемому для компании риску. И при этом это сделать так, чтобы при этом не замучиться самим и не замучить нашу дежурную смену. Вот то, о чем говорил Андрей, на самом деле очень важно. Почему? Потому что мы сами, когда проводили те киберучения, когда строили те центры, которые действуют ЦПК киберинцидентом у наших клиентов и у наших самих, мы поняли примерно следующее. Это то, что дежурная смена во время активной фазы атаки, когда тебя на самом деле ломают, и ты знаешь, что тебя в данный момент прям ломают и бегут к риску, составляет от 10 до 40 человек. Это на компаниях среднего и крупного уровня, причем, замечу, не на всех филиалах. То есть это обычно обслуживает человек 1050-60, на максимальной смене 40 человек. Так вот, в целом мне не разрешают так говорить, но я-то оцениваю количество квалифицированных операторов СОКа где-то числом 5 десятков. Вот у нас в стране есть где-то 50 очень квалифицированных экспертов СОКа. И еще где-то под сотню экспертов такого достаточно хорошего уровня, базового для того, чтобы этот процесс как-то обеспечить. Так вот, так получается, что когда ты пробегаешься по нашим заказчикам, да и по нам самим, видишь огромное количество работы, которые мы друг за другом дублируем. То есть все тоже пытаются понять свою организацию, понять, где у них там материнские находятся, осмыслить модель угроз, как будут ломать, и толкаются на очень маленьком кадровом рынке. Повторяя работу там друг за другом, один за одним и так далее. Вообще к чему все это? То есть, собственно, не нужно, зачем толкаться? Соответственно, единственный выход из сложившей ситуации это все-таки полная автоматизация. Ну ладно, поехали. Так, не кликается. Поехали. Если вы в компании на практике хотите эти задачи решить, то двигаться вам обычно нужно по одному из двух направлений, а на самом деле по двум одновременно. Это базовый харденинг и базовый мониторинг. То есть что такое харденинг? Харденинг — это когда ты смотришь, ну окей, там вот Боря Симис, который сегодня упоминался, Боря приходит и говорит, ребята, давайте там посчитаем спеку, как нам все это дело мониторить, атаки предотвращать и так далее. И вот первая спека к нам же доехала на 120 миллионов. Говорит, ребята, какие 120 миллионов? Если я хочу защитить наш банк-клиент, просто купите мне плоскогубцы, я буду выдирать все провода, которые к нему ведут, за исключением одного, который ведет к главному бухгалтеру. Разумно? Разумно. С точки зрения харденинга подход в этом примерно заключается. На практике, конечно, мы не самая большая компания, у нас всего 1200 сотрудников и все-таки специфическая отрасль, мы разработчики, в первую очередь и вендор. Так вот, на практике в любом случае, если ты хочешь эту задачу решить, тебе базовый харденинг так или иначе проводить придется. Почему? Потому что очень часто системы, которые в целом относятся к реализации риска, находятся непосредственно на периметре у некоторых компаний. И, соответственно, все-таки с периметра нужно их отодвигать. Как ни крути. Второй способ реализации данного подхода – это мониторинг с автоматическим реагированием. Соответственно, что для этого нужно? Нужно покрыть все системы средствами мониторинга, убедиться в том, что они покрывают всю модель угроз и все те действия, которые, к примеру, Саша производит, когда ломает вас и ваши компании. Многие, я думаю, из вас сталкивались с этой ситуацией. Соответственно, нужно убедиться, что модель угроз у вас полная. В чем сложность? Сложность в том, что часто сеть внутренняя выглядит как блинчик. Количество средств мониторинга и каналов, за которыми нужно смотреть, тоже огромное. Соответственно, в любом случае под каждую компанию вот этот баланс нужно немножечко выбрать и подтюнить. Но движемся мы, в общем, по двум направлениям. Поэтому решения нам нужны и для того, и для другого. Ну, поехали. Вот я нарисую небольшую сеть компании. Там есть какие-то целевые системы с рисками, есть периметры, есть вентрянка и так далее. Вот когда приходишь к ИБшнику, к безопаснику, или даже к ИТшнику, и говоришь, окей, ребят, ну, ваше руководство, ваш топ-менеджмент нам назвал там, не знаю, два страшных риска. Они боятся, чтобы там котел на жестом не жахнул, и они боятся, соответственно, там, захищения денег. Ну, там есть еще отдельная история. Это все боятся за свой мобильный телефон в Кожмане. Ну, окей, ладно, где в вашей ИТшной инфраструктуре располагаются вот эти вот рисковые системы? И на практике они их не понимают. Почему? Потому что зачастую, практически всегда, службы ИБ и ИТ с бизнесом, с эксплуатацией связаны слабо. И даже если им сказать, что, окей, ребята, вот риск такой, они прям сходу не скажут, к чему он относится. Это проблема. Соответственно, нужно предложить какую-то автоматизацию. В нашем случае это наш движок ассет-менеджмента, который у нас существовал, но потребовал переработки, пересмотра своего подхода в рамках новой концепции. Нужно указать, типа, уважаемые, а где эти, вот, соответственно, целевые системы у тебя, и вот где они находятся. То есть замапить риск на ассеты в сети. Поговорим про периметр. Также мы приходим и у безопасников спрашиваем, ребята, а где у вас системы вообще периметровые? Откуда хакер к вам будет ломиться? И в полной мере на этот вопрос не смог ответить точно так же никто. Обычно тебя называют, что вот тебе список систем с двумя хвостами, с двумя интерфейсами. Во внешнюю сеть интернет и во внутреннюю. Но, ребята, а что с серверами обновлений, на которые ваши системы ходят сами? Что с системами телеметрии сегментов АСУ-ТП? Очень много скада систем. Ломятся на самом деле к вендеру. Что-то получают, что-то обновляют, что-то отправляют. При этом АСУ-шники говорят, АСУ-ТП-шники, что у них сегмент изолированный. Да нифига, парни, вот точка входа. Но до блокчейна. Сколько лет уже мы с блокчейном сталкиваемся? Четыре. Многие в качестве пилотов эту технологию начали использовать. И через блокчейн можно через транзакции атаковать системы. Тоже не учитывается. Соответственно, периметр не знает никто. Но эта задача решаема. Очень просто. То есть на самом деле, если в продукте в коробке есть список признаков того, что же является периметром, можно показать оператору этот периметр. Соответственно, зная целевые системы и периметр, можно уже как-то с этим жить. Соответственно, алгоритм получается примерно какой? Для хардинга, для цели указания оператора, который хочет как-то свою сеть обезопасить. То есть диаграмма вены небольшая, потому что без диаграммы вены презентации делать нельзя. Так вот, соответственно, двигаясь от цели к периметру, что нас интересует? А какие системы, в принципе, имеют сетевую связность с целевой? Какие компьютеры? И какие пользователи потенциально получат права на этой системе, достаточные для проведения атаки? Обычно это, соответственно, минимальный доступ сетевой, который необходим. Да, в том случае, если они получат к ней доступ. И вот где-то посередине, вот в красном квадратике, это на самом деле компьютеры системы и пользователи этих систем, которым на самом деле надо иметь доступ к этой целевой системе, которая имеет отношение к рисковому процессу. То есть в нашей логике только эти пользователи выполняют вот этот динамический комплайнс по доступу к ассетам, на которые приземлились риски или замапили мы риски. Вот у всех остальных права нужно забирать, доступы нужно забирать и так далее. Конечно, для того, чтобы их выявить, придется пообщаться с эксплуатацией, придется выдать какие-то задачи IT, но если двигаться итеративно от целевой системы, сначала к связанным с целевой, потом, соответственно, от них дальше, дальше, дальше и до периметра, задачу выделения рисковых сегментов в отдельные подсети решить можно. И в целом, в таком случае, если вот так пройтись по каждому риску и для каждого риска приземлиться на определенный ассет, наша сеть станет в этом плане гораздо интереснее и красивее. У нас получится, появится какое-то количество изолированных сегментов, которые имеют отношение к бизнес-процессам, которые ведут к возможности реализации неприемлемого для компании события, и просто большая подсеть, которая назвалась словом «легаси-система». То есть да, действительно, атаки там важны, но они сами по себе не приведут к каким-либо катастрофическим результатам. К чему это приведет? К тому, что, я думаю, многие из вас видели, те, кто пользовались системой vulnerability management или compliance, какая проблема основная у такого безопасника-айтишника. Основная проблема в том, что у него там, не знаю, 20 тысяч красных уязвимостей по всем системам, то есть максимального приоритета. Что исправлять, в каком порядке, зачем, непонятно. Вот здесь можно подход сделать примерно так. То есть если система имеет отношение к сегменту изолированному, который имеет отношение к риску, прям исправляй. Покрывай мониторингом, в первую очередь, все эти системы, ну и так далее. Вот все остальное, что к рискам отношения не имеет, обрабатывай по площадям, то есть используй профилактические меры, ставь антивирус, выполняй стандартные комплайнсы, и особо глубоко можно не заморачиваться. То есть что мы дадим за счет этого всего? Мы дадим приоритизацию работы службы ИБ, отталкиваясь от того, как ее будет ломать хакер, который бежит к самому страшному в вашей организации. И это важно. Вы не будете заниматься фигней с утра до вечера, будете концентрироваться именно тем, что нужно. Ну, дополнительно, зачем можно следить? Для того, чтобы это было реально, вам нужна будет система, которая не просто разово подсветит вам эти проблемы, вот ассеты, вот уязвимости и прочее. Вам нужна система, которая покажет, а не смешались ли эти трубы между собой, а не пришел ли с утра айтишник и не снес ли он все правила на фариволе по ошибке, написав о ней, о ней, в ненужном месте. И каждое утро можно будет видеть, исправлять, и все будет лучше. Вот в виде трубы это выглядит примерно так. Я взял один риск. Вот целевая система для риска под названием хищение денежных средств с банк-клиентом. И периметр слева в этой трубе. Соответственно, идея будет в чем? Для того, чтобы этот риск стал нереализуем, вам нужно сделать эту трубу длиннее, то есть количество хопов или шажков, которые хакеру будет обязательно пройти для того, чтобы реализовать атаку, было больше и уже. То есть уже. Что это значит на практике? На практике это значит, что способов перехода на следующий шаг должно быть мало. Должно быть по возможности меньше. То есть с точки зрения сети оно выглядит может примерно так. То есть та же самая труба для того же самого риска. У нас есть два способа преодолеть периметр. У нас есть два способа прийти к критическому сегменту. То есть это через компы, на которых были системные администраторы, и через домен-контроллер, через непосредственную атаку типа DCSync или что там сейчас модно в наше время дополнительно. Соответственно, у тебя есть два способа на периметре. Это хорошо, потому что обычно их не два, а 2 миллиона 222. То есть и то же самое во внутренней сети. Внутренняя сеть обычно напоминает блинчик, и она не сегментирована в соответствии с рисками и с действиями хакера. Мы предлагаем и подсветим, как ее пересегментировать именно таким образом. Но окей. С хакерингом, думаю, все понятно. Если что, завтра у нас будет технический доклад, на котором расскажут о том, как это реализуется на практике. И, кстати, советую посмотреть. Есть доклад от Жени Гнедина и Рома Чеплыгина. О том, как мы это проделывали в позитиве, руками, до того, как начали делать автоматизацию. Мы тоже сделали очень много интересных выводов. И действительно, этот хакеринг, возможно, и вручную. Просто автоматизация поможет вам на больших объемах более правильно подсветить. Но, по-моему, в 14 лет завтра. Но окей. Жить-то как-то надо, потому что процессы по сегментации сетей, по разнесению пользователей под доменом, работе с трастами, они длительные. То есть они занимают, не знаю, года-полтора могут занять в какой-нибудь организации. А жить надо сейчас. Поэтому поговорим о мониторинге. Посмотрим опять на эту же сеть. И с точки зрения мониторинга, что мы видим? То есть она не изолирована, никак не сегментирована и так далее. Вот для того, чтобы говорить о том, что мы видим все события, которые нам нужно видеть из сети, нам нужно сказать то, что мы видим все, что нам нужно с целевых систем, то, что мы видим все, что нам нужно с ключевых внутренних систем, и то, что наша модель угроз прям полностью покрывает периметр. А на практике это значит, что мы полностью покрываем периметр, это значит, что мы полностью покрываем модель угроз для каждого компонента. Для сетевого оборудования, для веб-приложений и для почтового сервера. Вот посмотрим на примере почты. А вообще, что такое покрытие модели угроз для почты? Возьмем MassExchange. Человек делится на 6 частей, и MassExchange, грубо говоря, глазами хакера на 3. То есть первый компонент — это переписка. Если взять все решения, которые есть в том же Gartner, и посмотреть, а вообще покрывается ли всеми решениями модель угроз почтовой переписки, выяснится, что нет. Почему? На практике мы запускали, мы писали тесты, мы сравнивали между собой методы разных группировок, и наших сотрудников, сотрудников из тех же самых компаний-конкурентов, и видим то, что реально на киберучениях мы видим атаки через вложения. Это понятная история. То есть почтовые антивирусы там смотрят, бинарники, PDF-ки, доки, док-иксы. Многие на этом уже собаку съели. И окей. Но в основном в целом этим ограничиваются. Почему? Потому что значительная часть прям таких атак от наших оппонентов из красной команды другой компании происходит на следующем уровне. Они понимают то, что вложения нам слать неинтересно. Мы их точно будем смотреть и точно будем анализировать, и не знать, что мы их ловим. Поэтому они делают примерно следующее. Они регистрируют доменное имя, похожее на имя вашей компании, меняют местами две буквы и не шлют вообще оттуда вам почту. Не шлют. Они просто ждут, когда кто-то из 60 тысяч ваших сотрудников случайно сам опечатается, отправит письмо туда и вступает в переписку и уговаривает отдать пароль. Ну, почему бы они отвечают обычно там в духе «Здравствуйте, я сервис-деск», потому что да ты и писал на сервис-деск. В нашем случае там можно поменять название компании с PT Security на PT Security. Кто-то точно ошибется из наших сотрудников. Мы ему ответим или социальной инженерии и вытащим пароль. Соответственно, нужно смотреть все вложения, похожие домены, заголовки, все признаки социнженерии, все-все-все. Вот наши тесты, которые здесь где-то в зале есть Ярослав Бабин, который у нас занимает социальную инженерию и подобными техниками. Вот его тесты не проходят сейчас ни один комплект решений, который может касаться именно уровень переписки. Дальше, внизу есть уровень EVS, это Exchange Web Service. Соответственно, это веб-приложение, которое позволяет вашему телефону синхронизироваться с сервером и получать вашу почту, например. Так вот, вроде бы есть веб-приложение, вроде бы даже есть класс решений под названием WAF. Вот ты поставишь перед ним WAF, но в чем будет нюанс? WAF ориентированы на данный момент на атаки, которые лежат в OWASP. То есть атаки непосредственно на веб-приложение. Это SQL-инъекции, cross-save scripting и прочее, прочее. Реально в здравом умении никто из хакеров на живую не будет искать новую там SQL-инъекцию на вашем Exchange сервере. Он возьмет Exchange, развернет у себя в лабе, найдет уязвимость там и один раз жахнет. Но что WAF на самом деле не подсвечивает? Они не подсвечивают атаки, которые касаются не атак на само приложение Exchange в данном случае. Они не подсвечивают атак, которые касаются именно корпоративной модели угроз целиком. То есть вот почему я написал сервис AutoDiscover. Потому что этот сервис позволяет получить учетные записи, которые находятся в домене вашей сети. Соответственно, WAF про это обычно не кукарекает в большинстве своем. Ну и подобные техники. Это просто понятно, я ее для примера привел. WAF об этом не кукарекает, но это крайне важное событие с точки зрения безопасности. Потому что если злоумышленник получил отсюда список учетных записей, а потом пошел логинить через какой-нибудь Citrix, у вас появляется возможность для автоматической атрибуции. И получается так, что WAF не защищают веб-уровень там, где нужно с корпоративной точки зрения. И корпоративная модель угроз тоже не покрыта. Ну и касательно сетевых протоколов точно так же. То есть все базы знаний, именно IDS системы подобных или NTA решений нужно разбивать, как выяснилось, на две группы. То есть первая — это система внешней относительно системы, то есть защита от внешнего злоумышленника, эксплуатации, уязвимости и прочее. А вторая история — это проповеденческий анализ. То есть логика какая? Тетя Зина из бухгалтерии, с компанией Тетя Зина из бухгалтерии, никто и никогда не должен ходить с правами админа на контроллер домена. Вот то же самое с рычинджом — не должен. То есть внутри нам важен мощный поведенческий анализ, снаружи нам важно понимание как минимум текущих атак. И отталкиваясь от модели угроз, которая у нас перестроилась, мы поняли то, что мы сами же неправильно все годы воспринимали наши продукты. То есть делая CM, мы продолжали делать CM, делая WAF, мы почему-то читали Гартнер и думали, а что же такого добавить в WAF и чего ждать от WAF. Мы не хотим больше ничего ждать от WAF. Мы переосмыслили в каком духе каждый наш продукт. Окей, мультисканер родной, если ты видишь сейчас весь почтовый трафик, то что является тем максимумом, который ты можешь выдать с точки зрения и корпоративной модели угроз, и с точки зрения рекомендаций по хардингу. То есть, например, для WAF, это веб-сенсора, который уже в нашей новой парадигме, то есть для штуки, которая видит весь трафик, ты можешь выдать рекомендации по мониторингу с точки зрения корпоративной, добавить вот эти вещи про автодискавер, который говорил, либо ты можешь выдавать, начать рекомендации по хардингу. То есть, если атака сейчас не происходит, то почему бы ему не подсветить вот в комплайнс высокоуровневый тех пользователей, у которых слабые пароли. Просто скажи, то, что вот у Пети, Васи и Кати слабые пароли, попроси их сменить, пожалуйста. Это вот такая понятная рекомендация по хардингу сети. А вот разработчики вчера выкатили сайт с слабой энтропией случайных чисел в генераторе одноразовых паролей. Попроси их, пожалуйста, собственно, там капчу сменить и ОТП-генератор прям поменять. То есть, каждый сенсор начинает работать в двух направлениях. Как хардингу систему и как мониторить, но с полным покрытием. Что важно на картинке. Я внизу написал сенсор уровня операционной файловой системы. Там написано EDR. Вот нам пришлось некоторые сенсоры доразработать. То есть, мы вот все недостающие компоненты с точки зрения модели угроз отдали в разработку. И у нас, как у компании, с этого года появляется собственный эндпоинт. И мы движемся в этом направлении, потому что все имеющееся на данный момент не решало всех тех задач, которые нужны с точки зрения фактической защиты нашего конкретного клиента. Ну и поехали. Почему, собственно, метапродукты? Потому что мы разделили всю нашу разработку, всю архитектуру на три слоя. Вот на базовом слое, низовом уровне сенсоров, остаются те сенсоры, о которых вы уже знаете. Это CEM, NTE-решения, WAP, EDR, мультисканеры и прочие. Но переосмысленные с точки зрения модели угроз. И появляется новый компонент TME. То есть по-русски Thread Modeling Engine. То есть это штука, которая анализирует события, поступающие от всех этих сенсоров и автоматизирует, делает полностью автоматическим все действия по обработке этих инцидентов и реагированию. Почему? Потому что если вспомнить первый слайд, самое начало, или то, о чем говорил Андрей, проблем-то в чем? Кадрового потенциала не хватит. А работа безопасников, она прям одинаковая во всех компаниях. Просто все пишут под свой инструментарий на разных диалектах одно и то же. Поэтому почему бы нам, как компании, не взять модель угроз и не автоматизировать все их действия? Ну, на практике, то есть что получится? У нас, не знаю, поступает от события о лехт. Что написано в плейбуках обычно у безопасников? А давайте посмотрим, не является ли он ложным срабатыванием, разделим на false positive или true positive. Так вот, как это выглядит на практике? Если мы в сети увидели признак какой-то атаки, сетевой эксплуатации CVE, 0 что-нибудь там, написано обычно в книжке, так в плейбуке, зайди, пожалуйста, на endpoint и посмотри, упал ли там такой-то процесс или появился такой-то процесс. Это автоматизируемо. С учетом того, что у нас есть все коннекторы ко всем системам, мы сами внутри движка TME за пользователя заходим, проверяем, смотрим, упал ли процесс или нет. И таким образом получаем вычищенный список true positives. После того, как мы поняли, то, что событие, которое пришло, не является ложным или не является способом просто зашуметь вот то, что называют туманом войны, то есть что делает хакер, когда атакует вашу сеть, зная, что вы от него защищаетесь. Он вырубает все сканеры, вообще все сканеры по всему периметру для того, чтобы задедосить вашу дежурную смену, чтобы ваши операторы три дня разбирали вот этот бесконечный поток событий, не понимая, где он сейчас находится. Вторая задача есть. Это задача атрибуции. Как на основе событий о поступивших от сенсоров понять то, что это одна и та же группировка. Как понять то, что если человек зашел с Exchange сервера, получил список учеток, а потом с этими учетками атаковал сеть заходом с Citrix, как связать эти события. Сейчас это делают люди. Нет, я не видел нигде полностью реализованных вот этих механизмов, которые, собственно, позволяли бы людям делать это связывание автоматически. Вот эту часть мы сделали автоматизированной, точно так же в этом движке, не автоматизированной, автоматической. После того, как мы поняли, что окей, это такая группировка, она атаковала отсюда, пришла туда, мы должны решить задачу понимания, а какие на самом деле дополнительные знания хакер получил по ходу атаки. Это то, что он называет словом affected. На самом деле мне неважна этапность поведения хакера внутри конкретной системы. Мне нужно знать то, что он уже получил к ней доступ. Это значит, что дальше он повысит привилегии. Это прям техническая информация, которую пользователю не нужно. Что мне важно? Мне нужно понять, зная, предсказывая его логику, что он будет там делать. На самом деле он будет делать две вещи. Первая, если это endpoint виндовый, он запустит утилизу типа Mimikatz, и из памяти вытащит список пользователей с их хэшами или паролями, которые он сможет использовать для развития дальнейшей атаки. А также он посмотрит, а в какие еще подсети у него появились доступы. Соответственно, зная, что данная система атакована из ассет-менеджмента, либо непосредственно с нее, можно повторить логику того же самого Mimikatz и просто сразу заблаговременно глянуть, какие пользователи у нас теперь точно поломаны, будут, пусть даже не прямо сейчас, а через день, и какие сети есть. Это нам даст все возможности для автоматического реагирования. Вот есть еще интересная фаза, это риск-маппинг. Если у вас сеть засегментирована, то всегда можно сказать, в соответствии с первым подходом, всегда можно сказать, о какому риску, недопустимому событию, пользователь, соответственно, хакер в данный момент движется, пользователь вашей системы. Хакер на самом деле движется. То есть если у вас в этой трубе, которую я рисовал, не знаю, видна атака успешная на хоп номер 1, на хоп номер 2 и хоп номер 5, ну не надо ждать, когда он добежит до осушного сегмента и взорвет там уже вашу турбину. Вырубай заранее, как бы, бери плоскогубцы и отрезай. Вот этот риск-маппинг позволяет даже при неполном покрытии показывать, а куда движется хакер и есть ли эскалация внутри трубы или нет. И последняя фаза необходимая, это фаза автоматического реагирования. Ну, по большому счету, с учетом того, что мы понимаем, что это хакер опасно, идет к риску, то, что идет эскалация к какому-то сегменту и находится на какой-то конкретной системе, и есть список учетных записей, которые он уже получил, что можно сделать? Можно автоматически и нужно, без привлечения внимания оператора, нужно изолировать эту систему от сети, нужно попросить демен-контроллер сбросить пароли у всех захваченных учетных записей автоматически, нужно вычистить его артефакты из системы и опять вернуть в сеть. Все. Зачем тут человек? На каждом из этих этапах люди тут не нужны. И, к счастью, мы как компания уже дошли до того этапа, когда я пришел 51-м, по-моему, в позитив устроился, вот сейчас у нас больше 1200 человек. И мы всю нашу махину разворачиваем именно на вот эту автоматизацию, потому что у нас есть сейчас все необходимые технические сенсоры, и у нас есть прям большое желание именно минимизировать количество людей в дежурной смене до одного. Вот примерно так оно должно сработать. А теперь слайды и демо. Денис, приходи.